330 участников прошли финальный этап отбора в президентский молодежный кадровый резерв. Все они преодолели этап собеседования в экспертной комиссии. Напомню, к нему допустили четыре сотни кандидатов. Тему продолжит Лариса Гречихина. В экспертную комиссию вошли постоянные и непостоянные члены. Это представители администрации президента, агентства по делам государственной службы и других структур. Также для объективности были приглашены внешние наблюдатели. Среди них политолог Данияр Ишимбаев, который отслеживал ход собеседований посредством онлайн-подключения. Как и на предыдущих этапах, на этом была обеспечена максимальная прозрачность. Касательно последнего этапа, на сегодняшний день интервью с комиссией, очень понравилось. Очень понравился такой позитивный настрой. Действительно видно, что люди хотят тебя понять, хотят тебя услышать. То есть не было каких-то провокационных вещей, о которых мы переживали, готовясь к интервью. Ну, очень важен, наверное, посыл самих кандидатов. То есть то, с чем мы приходим, то, наверное, ту энергию мы взамен получаем. Члены комиссии оценивали претендентов в онлайн-системе. Каждый из них после собеседования с участником сразу выставлял свою оценку по шкале от 1 до 5. Для нее были разработаны соответствующие критерии. Процесс занимал не более 2-3 секунд. Таким образом, баллы мгновенно попадали в базу, и исправить их было невозможно. Я считаю, что это замечательно возможно для тех, кто не имеет возможности, не имел опыта работы в Казахстане, вернуться и действительно работать на какой-то позиции, и приносить свой вклад, и привносить тот опыт, которым мы научились, скажем, за рубежом. Общий рейтинг кандидатов с учетом предыдущих этапов, а также включая собеседование в экспертной комиссии, доступен на сайте президентского молодежного кадрового резерва.